Спартакиада МВД России по служебно-прикладным видам спорта проводится в Анапе уже не в первый раз. Дзюдо – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спортивных единоборств, которые в системе органов внутренних дел имеют прикладную направленность. Нынешний чемпионат является одним из этапов подготовки в преддверии 31-х летних Олимпийских игр в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, в числе участников – команда из Краснодарского края. Знаю, что Краснодарский край славится своими дзюдоистами. У нас есть земляк нашим Беслан Будранов, который принадлежит на Олимпийские игры. Тем не менее, команда Краснодарского края очень сильная, очень хорошая, сбалансированная. Я думаю, она, не знаю, станет победителем или нет, это татами погажет, но тем не менее, я уверен, что эта команда завоевает одно из первых призовых мест на этих серваниях. Среди участников ведомственного чемпионата немало именитых спортсменов. Пятеро имеют звание заслуженного мастера спорта. Есть 26 мастеров спорта международного класса. Поединки состоялись в весовых категориях от 60 до 100 килограмм. Команда Краснодарского края показала высокие результаты. В общекомандном зачете кубанские спортсмены заняли второе место в первой группе, уступив дзюдоистам из Москвы. Как отмечает руководство края, хорошая подготовка спортсменов – это не только высокие результаты, но и залог безопасности в целом. В дальнейшем нагрузка на полицейские будет возрастать. И сегодняшние соревнования сотрудники, которые без отрыва… У нас нет сотрудников, которые бы занимались чисто спортом. У нас сотрудники, которые выполняют свои служебные обязанности и занимаются спортом, показывают высокие результаты в этой части. Они являются примером для, думаю, не только Краснодарского гарнизона, но и для всех сотрудников системы Министерства внутренних дел. Надеемся, что и в дальнейшем Краснодарский край будет принимать такого уровня соревнований.